Сегодня я покажу новый мод, который вышел совсем недавно, Битва за Берлин. Это из той самой серии модов, где нам тут отдельный Эверлорд. Раньше завозили Битву за Сталинград, то есть масштабная подробная карта. А сегодня, наконец-таки, разработчик добрался и до Берлина. Здесь сразу же несколько сценариев. Я посмотрел первые два, этот еще не сделан нормально. 71-й год немножко будет странно, но это такое альтернативное прошлое, где Битва за Берлин началась вновь. Мы же с вами заценим 29 марта 45-го. Почему 25 апреля 45-го сейчас не сделано? Потому что там армия распределена ровно так же, как и вот в этой стартовой дате. Но при всем при этом границы немцев откинут уже до Берлина, и просто вся армия в максимальных котлах со старта, что странно, конечно. Но, думаю, доработают. Здесь у нас, естественно, есть немцы, есть советы. Правда, здесь они под ставкой, но в атаку идут они под Сталиным. И здесь тоже американцы под командующим своим нападают. Вот так вот, если что, выглядит карта на апрель 1945-го года. Здесь советы вовсю идут, здесь немцы обороняются. Вот, если что, подступы к Берлину. И здесь немецкий, так называемый, союзник, который пока защищается от американцев, но у него нет никакой армии, они прорвут его и нападут. И по поводу армии, о которых я говорил, вот, давайте вам сейчас покажу. Здесь вот армия немцев стоит вовсю. 170 дивизий против примерно трех-четырех сотен Советского Союза. И здесь немножко дивизий в центре. А теперь просто сравните с 25 апреля 1945-го года. На всех тех же самых местах стоят просто территории подсоветов, передано больше и все. Что как бы подразумевает, что пока это неиграбельно, к сожалению. Хотя вот такой вот сценарий был бы по-своему интересен, учитывая, что тебя прям уже под самый Берлин, Берлин откинули, и ты бы пытался здесь как-то выжить. Если что, то мод, да, на русском можно играть, но многие фокусы, описания немного будут повреждены. Поэтому я сейчас перекочусь, естественно, на английскую версию. Но для ознакомления, если вам это не мешает, то можете сами поиграть и на русском языке. Все основные механики и способности все равно будете видеть, это не такая большая проблема. Ну а ссылка на мод, да, будет в описании, можете поставить и заценить сами. Давайте я сейчас перейду на английскую версию и на более стартовую дату, на март 45-го. И попытаемся хоть что-то сделать в этом сценарии. И да, мод я устанавливаю со стима и ссылку вам тоже даю на стимовскую версию мода. Если у вас вдруг нет стимовской хойки, то можете ее легко приобрести на Купикоде. У вас там два варианта есть. Либо просто пополнить свой баланс стима, или же купить себе хойку гифтом. Тут что вам удобнее. При любом варианте вы можете использовать мой промокод Котян и уменьшить свои траты. Тем самым с выгодой приобрести хойку и многие другие игры. В том числе те, которые недоступны в РФ. У них тут есть специальный раздел, где вы можете такие игры приобрести. Без всяких заморочек и сложностей. Просто указывайте ссылку на свой аккаунт стима, нужную сумму пополнения, либо же ту игру, которую хотите. Оплачивайте и радуйте себя новой игрой. Все ссылки и промокод в описании. Давайте. Погружаемся за Берлинскую область обороны. Гитлер руководит, которая без особых бонусов, разве что в силе сдвигается на 2%. Здесь у нас защита от советов, больше обороны и лимит капитуляции. Но защита против американцев из-за этого ниже. Просто дикая дальше проблема со стабильностью, с поддержкой, с атакой, со скоростью дивизий. Скидки на базовую пехотку. Она дешевле, но другое производство дороже. Здесь у нас меньше народа, больше бомбардировки действует. Призывников также меньше. Следом у нас... Ух, жесть. Просто все уничтожается производство. И опять же дебафы на армию. Ну, бонусы к обороне на советов, это уже 25% мы здесь имеем с этих модификаторов. Ну и апокалипсис до 27 апреля 45-го. Если проживем, то может быть будут какие-то шансы. Вот оно влияние между Энсигом, где мы можем как раз выживать и получать бонусы. И между концом, где Гитлер сам себя уберет. Понятное дело, что нам надо уходить сюда в бонусы к организации, к политке, к восстановлению дивизии. Для этого нам надо как раз вкладываться и укреплять нашу позицию. Есть свои командующие со своими портретами, кстати, что весьма неплохо. Высшее командование тоже есть, но со старта политки нам не дали. Поэтому все это надо будет набирать во время важной такой обороны от советов. Много решений. Фортификация как раз регионов. При наличии определенных фокусов, можем даже маус сделать себе и другие варианты вооружения. Будем из последних сил пытаться вводить всякие разработки. Древ фокусов небольшое, но оно есть у нас. Оно есть у советов. И оно вроде есть у американцев, но... Да, оно тут еще не доделано. Ноль дней ничего не дает. То есть это пока заглушка, они тоже пока не реализованы. И вот эта вот сторона, это тоже заглушка. Базовые древ фокусов. Дебафы похожие на наши. Но скорее всего скриптово. Рано или поздно американцы их захватят, учитывая, что у них армии больше, и нападут на нас. Так что надо быть тоже аккуратнее. Ну а сейчас давайте заценим нашу армию. 170 дивизий. Вроде бы неплохо. 80 промышленность, как у советов. Но здесь самое интересное, как по мне, это заранее организованные шаблоны, которые ты менять как игрок не можешь. Вот у нас дивизия пехоты. Все, я ничего не могу с этим делать. Новые создать я тоже не могу. То есть, надо играться тем, что нам дали. Мы можем их тренировать, но не более того. У нас тут есть новый вид войск, видишь. Чистая дивизия для фартов. Которая вроде как должна быть больше обороны, но я бы не сказал. У нее оборону в 28. В то время как у обычной пехоты аж 32. Но она просто немного дешевле. И ее проще производить. Также у нас по укрепам. С вами всего здесь третий уровень. Больше нигде нет. Все остальное надо будет защищать. Правда здесь удобно, что есть 3К хоть какой-то бонус даст. И грустно еще по производству. Оно не выставлено. То есть, надо сейчас будет с нуля все это выставлять и делать. Но по исследованиям, это стандартное древо из оригинала. Без особых изменений. Просто не до конца прокачано. Немцы где-то в 42 году застряли по технологиям. Дальше ничего не исследовали. Так что нам придется еще и в технологии догонять наших соседей. Естественно, у нас и людей мало. Но тут и шаблоны сменены. Тут видите, 2000 всего солдат надо на этот шаблон. И пехотки 200, саппорта совсем чуть артиллерия. Придется привыкнуть к немного другому производству. И самое интересное, что пока границы во многих местах свободны. То есть, у нас есть время свою армию распределить и понадеяться удержать советов. Давайте попробуем. Это моя первая попытка. Может быть и проиграем. Но хотя бы посмотрим, что к чему здесь и как. По генералитетам здесь расширено до 60. Возможность командования каждого генерала. Но учитывая, что армии здесь поменьше, то в принципе логично. Много командующих. В основном все на оборону как раз. Ну, логично. Нам надо обороняться во все. И есть свои фельдмаршалы. Среди которых, ну, даже есть Гитлер. Но один-один-один и с таким грустным лицом. Не. Мы с вами взяли на 6 обороны. Он спокойно всю нашу армию будет держать. Попытаемся сейчас обороняться. По фокусам же здесь я предлагаю взять на оборону дополнительный бонус. На максимальное окапывание. И на лимит капитуляции. Как-никак, надо готовиться к последней обороне. Не сдаваться, не капитулировать. Стоять до конца. Ну, а с двумя ячейками исследований, конечно, многое не сделаешь. Но я предлагаю увеличить себе все-таки производство базовое. Ибо ресурсы нам, скорее всего, сейчас будут совсем важнее. Чтоб как можно больше, больше, больше производить пехотку и всего остального. Застройку я решил начать чисто Берлина и прилегающих районов как раз. Потому что остальные земли не факт, что удержим. Плюсом к этому на этих территориях как бы ничего особого и нет. Это просто одна большая область, которую мы можем быстро потерять. Вот видишь, сразу же целый один регион. Застраивать его, я думаю, сейчас не особо большой смысл. По самой же карте удобно сделано, что здесь переправа. То есть через реку здесь больше не пройти никак. Здесь тоже есть переправа, через которую надо пробираться. То есть реализация здесь такая, что именно через мосты, именно через вот эти вот места противнику надо будет проходить. В других участках он никак этого не сделает. Разве что вот тут опять есть брод, через который он может попытаться к нам пройти. В какой-то степени рельеф нам даже будет помогать. Ну что ж, армия выставлена. Цель тоже стоит. Давайте запускать наше время. Да начнется веселье. На максимальную скорость. И вперед. Сразу же давай на вынужденное передвижение. Речь Гитлера. Как раз о том, чтоб мы не сдавались. Хорошо, так и быть. Послушаемся. Ну и советы идут в атаку. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну да, ну да, ну да. У нас, конечно же, большие шансы их пробить. Они уже наоборот, смотри, танками своими въезжают и не оставляют нам никаких шансов Возможно, имело смысл отступать прям сразу же под Берлин Но сейчас попробуем поброняться тут, а там уже посмотрим, как действовать дальше Так, производство нового вооружения, давай И пока единственная хорошая ситуация, это на севере Здесь мы прям держим, а вот на юге нас уже понемножечку рвут Все, новую пехотку открываем Все же здесь вооружение нам дают, это уже по-своему хорошо И все фокусы, видишь, по два дня, по одному Прям каждый-каждый день здесь очень сильно решают Ну и здесь нас, да, потихонечку-потихонечку так двигают Давай предлагаю тогда нашу линию отсюда убрать Будем обороняться вот здесь вот Так, ну и здесь мы, кстати, смогли занять плацдарма Прекрасно, обороны есть, здесь тоже обороны держатся Ну что ж, север живет Самое массированное наступление вот здесь вот на нас идет И мы пока держимся, открываем новые решения на укрепы Давай их строить Обороны Берлины как раз И для следующих фокусов нам надо капитуляцию Во, как это сделано Стабильность дальше себе Будем бафать, чтобы у нас производство было лучше Ну и первых командующих уже можно поставить Предлагаю специалисты как раз на пехоту Чтобы хоть маломальская оборона у нас была Ну и здесь, конечно, жесть Ух, а, подожди, наша армия советов уничтожает Знаешь, что самое прикольное? Они уничтожают армию, просто продвигаясь вперед То есть им не важно все остальное Они просто пытаются обороняться и этим действовать Правда, меня не радует, что они огромное количество войск свели сюда По 10 дивизий, но сюда они вообще ничего не оставили Ладно, выбора нет И кого мы по командирам поставим? Ну давайте, Шпейра, будем еще верить в свой успех Давай еще и здесь пропаганду запустим Получая дополнительные-дополнительные бонусы на армию Ну и, конечно же, тут оборону харизматичного лидера на укрепы Чтоб наша армия держалась И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Они обошли с разных сторон Эх, это грустно Сейчас надо будет делать спасательную операцию Хотя, подожди А вот это вот как произошло, не понял? Сюда ведь никак не пройти Да, сюда пройти только отсюда А как они прошли? Здесь они тоже меня не прорвали И здесь меня не прорвали И здесь А, они вот через эту территорию прорвались? Серьезно? Ух Ну что ж, мы с вами уже потеряли север В то время как на основных территориях сдерживаемся Но тут обидно Одна территория, они через нее прорвались И сейчас уничтожают Ладно, сейчас попытаюсь как-нибудь их откинуть Но ситуация, конечно, неприятная Вроде выставил им тут стоять А в итоге, видишь, армию одну выдавили И все Боль, печаль Еще заодно в атаку Поведу нашу армию Пусть атакуют В то время как здесь Мы неплохо отбиваем Да, нормально, нормально, нормально Шансы есть Наша армия все-таки способна Себя здесь показывать вполне себе неплохо Но и враг тоже очень идет быстро Если бы не пропустил здесь Шансы были бы намного больше Все-таки именно пропуск их вовнутрь Слегка подпортил нашу ситуацию Но выбора у нас нет Здесь уничтожат В центре же мы очень хорошо советов прорвали Это немного необычно Но мы контратакуем Как бы это странно ни звучало Получаем еще дополнительную армию Падение территории, к сожалению И все Гитлера больше нет Он достаточно быстро нас покинул Ну ничего Давай еще больше войск Мы чисто на автоплане будем действовать Между прочим, даже котля вражеские дивизии Вау Пехотки мало, всего мало Но мы не сдаемся Мы верим в успех Вперед дальше в атаку Мы на центральном направлении Прям себя хорошо ощущаем Делая здесь котел уверенный Правда, советы все равно еще держатся Не хотят так быстро сдаваться Давай здесь тоже проатакуем Уничтожим эту армию в котле Продолжим себе получать бонусы На армию как раз Рекуртов уже нет Армия вон идет с севера Получаем здесь еще бонусы от пропаганды И мы в центре прям ворвались Хорошо Вот эту об армию еще закрыть И было бы просто лучше некуда Но, к сожалению, мы пока ее не можем прикрыть Хотя, о, он контратаку начал на нас Красавец Нам тем самым облегчит ситуацию Давай здесь еще дивизий И нас прорывают прям вот тут вот Где к Берлину К Берлину прям идут Эх Пока атаку прекратим Народ немного паникует Из-за того, что территории потеряны И к Берлину все ближе Но что поделать Терпите, терпите и ждите Ох А так это вышло боком Они смогли нас контратаковать Все-таки Советы здесь тоже немало войск получают Да Несмотря на котлы и на потери У них все равно ситуация лучше Да, видимо, надо было к Берлину отходить Прям сразу же Но я понадеялся прям проатаковать Это было, видимо, ошибкой Ну давайте сейчас к Берлину отступим Попытаемся сделать здесь оборону Правда, сомневаюсь, что мои войска успеют уйти Но давайте попробуем А выйдет, не выйдет Это уже не так важно На самом-то деле, если не пропускать их То можно удержать То есть действовать прям логично-логично Каждой дивизии И все А, они закрыты здесь Ух Да Немножко боком нам выходит Ну ничего, это для большего отыгрыша Что мы прям страдаем-страдаем Мы прям из последних сил пытаемся отступать Так Отступайте, собственно А то стоят, верят в свой успех И не хотят отступать Еще армию давай У нас а то сейчас так выйдет Что всего по одной дивизии на обороне Этого будет очень мало Все, фокусы, кстати, пустые Больше ничего не дают Так, давай оборону Берлина Все, армия у нас уменьшилась Теперь можно на этот счет не переживать И у меня больше вопроса Почему он так много дивизий оставил здесь Но не хочет оборонять вот эти вот территории А те, что, как-то это? Странно очень, да? Поставил столько войск тут Но совсем не оставил их на оборону здесь Так, сейчас надо будет перерисовать линию обороны А то что-то как-то она меня пугает Ооо, вот это нам сейчас подкинули Вот от этого фокуса Где тут пантера? Смотрите, сколько войск Они, конечно... А, не, подожди, нормальные Они хило То есть даже несмотря на то, что я понес потери Такие же, как и советы Я армию потерял, но мне еще удали Если вообще не теряется старта То у тебя войск будет снать все больше и больше Учитывая, сколько бонусов А это вполне себе неплохо И как, кстати, закончится эта атака Через 10 дней Мы с вами получим возможность пойти дальше Вот эти вот фокусы, если что, пустые, к сожалению Дружба с Италией, с Норвегией Пока их не прописали И будь Кёйнсберг, кстати, не павшим Мы бы могли получить еще дополнительные бонусы и здесь Ну и тут разработка На танковых прототипах и на прочих Тоже нам, к сожалению, пока ничего не дает По производству это время у нас вообще Можно сказать, ничего нет Мы, знаешь, прямо из последних сил Производим ту же самую пехотку Но что нам поделать? Выбора тоже нет Держим оборону здесь Здесь, здесь они, кстати, пройти не могут Я проверял На, видишь, они здесь никак не пройдут Не зайдут, так что это удобно Единственное, у нас участок вот здесь вот сейчас Но они пока до туда не дошли В случае чего просто отведу туда несколько дивизий Здесь оборона, на самом деле, удобная под Берлином То есть прям стоя до конца Особо никаких проблем не испытывай Давай еще новую армию Давай еще бонусы на производство На восстановление дивизии На скорость Бонусов у нас здесь, конечно, немало Ну, просто посмотрите на то, сколько их делают Прям сразу же со всей стартовой армии Отступись сюда И у советов не будет никакого шанса Потом просто копи армию Учитывая, что вся промка в Берлине И контратакую Видимо, здесь такой план самый идеальный А не держаться со старта, как я пытался Это, видимо, было плохим решением На удивление, закрыл все фокусы Пока нам ничего дальше не доступно 14 мая 1945 года Мы уже прожили больше, чем по истории Я здесь, кстати, оборону укрепляю Ну и да Мы живем пока что Здесь еще дополнительные бонусы на время И здесь ШТР Давай возьмем его Я, к сожалению, немецкий не особо знаю Но там снизу вроде как На английском есть переводик Общение их в бункере Финал уже близко, да? Учитывая то, что творится Но мы пока держимся Так что особых проблем с этим не испытываем Интересная, кстати, система общения, которую здесь реализовали И если я не ошибаюсь Мы можем сдаться, да Под управление советов Или еще под кого-то То есть у нас даже такое древо есть Жаль, что оно мало что дает И не проделано Но давай Активируем миссии Копим сейчас еще здесь ресурсы И стоим в обороне Как-никак Здесь мы вполне себе способны удержаться Противник даже, видишь, не все территории держит Поэтому не проблема Все Оборона стоит Как никогда Следующее событие И общение у бункера Тут, если что, вроде авиация даже вражеская не действует Чему я удивлен Видимо, пока ее еще не реализовали И это в какой-то степени облегчает ситуацию Потому что советская авиация Если бы нас превышала и атаковала прям вовсю Мы бы здесь явно проиграли Воу, что? Эм... Ха-ха-ха Хорош, конечно, но... Нам серьезно дали по какому-то из решений армию здесь Вот это мы... Нехило, конечно, 84 дивизия Но что я должен с ними сделать? Немножко попытаться проатаковать и пробиться к своей армии Ну давай Я сомневаюсь, конечно, что из этого что-то выйдет Но нам, видишь, даровали армию Такие типа Иди вперед, атакуй Ну давай Попробую Выбора-то все равно нет Но эту армию лучше бы куда-нибудь поближе к Берлину, конечно, чем сюда Давай агрессивный план выполнения Вперед Сейчас так в тыл, знаешь, ударим Но мы вряд ли соединимся с армией Я очень сильно в этом сомневаюсь И у нас забастовки Ооо, вот это я понимаю, вот это для антуража За бастовочки пошли Ну да, мы скорее всего просто отвлечем противника и не более того И здесь уже, видишь, он как Чисто вперед-вперед-вперед идет Бранденбург забирает Но ничего Нам это не мешает А мы все равно в обороне стоим А эта армия, ну, немного бесполезная, будем честны Мы с ней все равно ничего сделать не можем Давай еще немножко армии в Берлине Давай здесь Здесь бонусы А, ну и да За Потсдам тоже у нас Фокусы решения есть Ну и мы немножко, получается, просто советов отвлекли Потери их заставили понести Но они сейчас все это отобьют Это логично Я тут и не надеялся на что-то особое Просто немножечко отвлекли советскую мощь Атаку, уверенно, в обороне Держимся Нас даже не атакуют Я успел эту территорию Пооборонять Ну и все, здесь все закрыли Если что, их распустить было нельзя Поэтому я в атаку-то их и повел, чтоб немножко посражались Попоказывали свою мощь О, 600 тысяч на 500 Да неплохо Но авиация, кстати, есть Зря я говорю, что авиация Нет, у нас авиация есть Авиация прям действует только в Берлине Вон, один из районов мы, к сожалению, сдадим Хотя нет, мы его сдержим Или не хватит победной территории Ну, посмотрим В любом случае, здесь оборона есть Здесь тоже оборона есть Понемножечку, я думаю, Берлин мы защитим Но да, у советов авиации нет Вот что, грустно Так бы они действовали намного активнее И воу, вот это пошла жара Вот это атака Активирую какие-то дополнительные миссии Здесь еще новые дивизии Давай на оборону Ну и как бы Мы выжили Да, под Берлином Будем теперь стоять уже июнь 1945 года Еще армию давай Еще один протокол давай За это время американцы Не особо так даже продвинулись Я думал, они там будут поактивнее И у нас беспорядки заканчиваются О, прекрасно Советы опять со всех сторон в атаку Пошли, но опять же в этом мало смысла А здесь да Опять же батальоны можно производить в столице Они не совсем оснащены Пехоткой и всем остальным Но по крайней мере люди есть И на том уже хорошо Выходят, обороны под Берлином будет А здесь Красная Армия потихонечку едет В нашей территории на севере Ты видишь, как продвигается название Так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть Но на капитуляцию это все равно Основные территории Берлина под нашим контролем Единственное, что вот здесь, да Все-таки отступление на эту сторону Забрало у нас регион А если бы там держались, то там не было бы реки Ну и все, можно сейчас просто решениями Периодически укреплять нашу оборону И держаться без особых проблем Давай сюда Хотя он и так не пробьет, да И это, видимо, один из способов, как выживать Прямо со старта отступить под Берлин Дать советам себя захватить Тем самым не потеряв Сколько мы тут потеряли 500 тысяч Это очень много рекрутов Мы могли бы их 33 тысячи непонятно от кого Ну да ладно Мы могли бы их сохранить И потом использовать в свою пользу А так мы до Берлина дошли И просто под Берлином держимся Притом против советов Которым тоже завезли неплохие бонусы против нас Если со старта были какие-то дебафы То сейчас они прям нацелены на победу Эм, в том числе они стоят и пытаются Выйти на нашего другого соседа Но не могут И все, да Это очень и очень долгая оборона С которой советы не справятся никогда Учитывая же, что у нас промышленность плюс-минус на уровне Здесь остается только копить армию Пополнять как раз запасы И потом уже тренировать дивизии самому Так как мы вполне себе можем Натренировать вот эти вот хорошие шаблоны Это самые более-менее основные Которые у нас есть И всех лучше у них показатели Притом мы можем тренировать их даже сейчас У нас есть ресурсы У нас на парочку дивизий У нас просто люди закончились Вот с людьми самая большая проблема Но здесь призывники опять идут в рост Постепенно их также можно поднимать Вот этими вот решениями И здесь тоже можно получать И тем самым не такая уж и большая проблема Выстоять На удивление очень легко выходит То есть первые же попытки, да Сотворив немало ошибок со старта Мы все равно выжили И сейчас укрепляем все больше и больше Наши границы И без всяких проблем Будем стоять до конца А учитывая, что уже лето 45-го Сами понимаете, советам весьма тяжело будет У них тоже, скорее всего, древо фокусов Да, закончилось Они не могут, пока Рейхстаг не возьмут Пойти в конференцию финальную И сделать свою Германию Ну что, вот такой вот сценарий выходит На самом деле интересный Здесь, наверное, самый большой будет интерес Если игроки будут Один за Берлин, другой за Советов Но я думаю, если игрок за Советов будет То он явно перебьет немцев Все-таки здесь такой расклад То, как мы выжили Это все благодаря глупости Ишки Которая не пытается пробить в одном районе Который дал нам возможность Закрепиться как раз Еще можно укрепость здесь наделать Для большей радости И под Берлином стоять хоть до посинения Ну вы сами знаете Все эти выживания Где ты просто в кольце у столицы стоишь И противник ничего не может Добавок к этому нам Вооружение Современные танки теперь идут Ооо Ну такими темпами Можно еще и всякую чудо техники заценить Если что, со старта Прошло так мало времени Что мы даже первые технологии не взяли А за все это время Потеряли столько солдат Так далеко отступили Но по сути Ничего особого не потеряли Потому что Берлин считается самым важным А марка вот эта бренденбургская Ну рекрутов отняла и все Не более того Главное, что Берлин И вся основная промышленность под нами Притом самое интересное Что у нас оборона под Берлином Хорошая от вражеской авиации И врагу начинает действовать Но у нас тут обороны есть Мы вот благодаря этому решению Поднимаем и поднимаем Как раз таки Противовоздушку И тем самым советом здесь Особо-то много ничего не остается Да и у них авиации Они так уж и много Даже с ней Они не могут ничего сделать Думаю не будем затягивать И стоять в обороне до конца Вот такой вот у нас модик Неплохо Ему еще явно нужна доработка Учитывая, что так быстро Заканчивается древо И дальше ничего нет Может быть на какой-то Контр-удар Своеобразный Было бы неплохо Его увидеть Хотя в частности Вот интересные фокусы Есть Вот здесь Вот если у нас будет Больше 50 военной поддержки То мы сможем Избавиться от стартовых дебафов И ситуация будет лучше То есть видимо Затравки на будущее Здесь есть Что уже неплохо А так Спасибо за просмотр ролика Надеюсь вам понравился модик Зацените его сами Повыживать Против советов В такой ситуации Это конечно мощно А так Оставляйте свои предложения Поинтересным Адам в описании Ну и до скорых встреч Надолго Не прощаюсь